Супруга моя уже после двух краж, таких вот, раз нас в автодоме обворовали, до этого там просто нас обворовали, вот, она просто уже, ну, стресс получила, она не хочет больше путешествовать на автодоме. Если, например, у меня финансы закончились, я стою и жду в этом месте, пока там мне, например, не перечислили за аренду, например, квартиры моей в России, вот, тогда еду дальше, например, вот так вот. Добре утро! Доброе утро! Доброе утро, страна! Сегодня мы встретим ребят из канала На Ходу. Это ребята, которые путешествуют по всему миру на своем доме на колесах. Это очень интересно, а самое, что интересно, где они находят бюджет на это все, как во времена короны они путешествуют. Ведь много где закрыты границы. Я думаю, что эти все вопросы мы сегодня им и зададим. Это будет круто, чтобы встретиться с другими влоггами. Да, да. Да, да. Это будет круто! Мы решили, что там у них случились небольшие проблемы, колесо пробили, еще что-то. И уже будет темно, если мы здесь встретимся. Поэтому мы едем домой, и они приедут непосредственно к нам домой. Скоро наш дом будет суперпопулярный. Птушкин был там. Сейчас на ходу будут там. Мы, собственно, там живем. Круто, круто! Привет! Привет! Ты такой хороший русский! Литте, литте, литте. Литте, литте, литте. Литте, литте, литте. Литте, литте. Ну, гуд. Привет и приветствуйте в Ветруад. О, супер! Спасибо! Спасибо большое! Так? Да, так. Мишель и литте. Бардачок. Поехали, беру. Проходите. Так, он тут заряжается. Чуть-чуть все. Слезет. Все как есть. Куча зарядок. Куча зарядок всего, поэтому... Только сейчас он тронс сразу запускал. Мальмо, там. А, мне сказали, что я типа выезжаю. А, выпалю. Я вот сейчас обратно отправлю через Мальмо. Надеюсь, меня отсюда выпустят. Нет, выпустят. Нет, через Даню только. После меня ранее, Филипп. Стрим. Стрим будем проводить. А теперь, я думаю, мы должны обязательно задать пару небольших, таких коротеньких вопросов о том, как оно вообще путешествовать на доме на колесах во время короны и вообще как оно все выглядит изнутри. Поэтому у меня есть пару вопросов непосредственные. Я их сейчас и задам тебе. Да-да-да. Первый вопрос. Когда вы начали путешествовать на автодоме на колесах? На автодоме я начал путешествовать пять лет назад. В 15-м году я после путешествия по Америке и по Европе уже на легковой машине увидел вот этот новый вид отдыха. Особенно в Америке северной очень много было автодомов и здесь тоже. И понял, что следующий этап моего развития в плане путешествий – это автодом. А до автодома вы просто так путешествуете? Да, до автодома. Где-то мы начали путешествовать с 2011 года, уже 9 лет мы путешествуем. И мы начали просто там, при этом уезжали в разные страны, при этом 3,5 месяца мы ездили в Южную Америку. Ну, соответственно, там хороший бюджет туда вложил. Там все 8 стран посетители Южной Америки. Потом ездили в Гуа, например, жили Таиланд, Турция вместе взятая. Ну, мы уезжали первый раз на 3 месяца, потом на 7 месяцев, потом на 10 месяцев. Потом вообще я уехал уже на полтора года. Супруга там раньше вернулась, я уже полтора года путешествовал. И вот так мы, скажем так, удлиняли свое путешествие. И какой-то этап мы поняли просто, что уже следующий этап, наверное, уже будет «Дом на колесах». Куда вы? Нижний Новгород. Нижний. Россия. Россия, да, оттуда. Правда, сейчас я уже там редко бываю, потому что постоянно в путешествии. Но вообще с Россией, наверное, тяжело приобрести «Дом на колесах» и начать путешествовать, или? Ну, как, конечно, соответственно «Дом на колесах» он недешево стоит. Но до этого я занимался бизнесом. Сейчас я уже вышел из него давно. Но тогда еще финансы были, и поэтому я решил купить, продав свою хорошую машину до этого премиум-класса. Вот, там, подкопив что-то. И, в общем-то, купил. Покупали его тоже в России? В России, да-да-да. Если так подробнее сказать, что у меня, в общем-то, такой автодом получился как подарок. Потому что я до этого занимался там большими объектами, у меня был хороший объем. Но, как часто в России бывает, там кидают подрядчиков по стройке, там имеется в виду. Ну, я не стройка занимался, а молоточкой. Слаботочкой, точнее говоря. И получилось так, что все-таки деньги мне вернули за работу, например. И я вот решил тогда уже купить автодом. Если так подробно немножко углубиться. И получается у меня как подарок получился такой. Я себе купил на путешествии автодом. Как оно вообще путешествовать во время короны? С какими, может, проблемами сталкивались при пересечении границ? Ну, путешествовать вообще отлично. Сейчас, по сути дела, туристов почти нету. Поэтому я там один брожусь с фотоаппаратом где-то там в центре города, и никого нету. Ну, сложно сейчас путешествовать, сложно. По крайней мере, приходится как-то там, где-то там, например, не по основной трассе еда, там, например, в Данию заехал. Просто там объехав по обычной дороге, потому что полиция везде стоит, спрашивают. Вот так вот в Швецию тоже заехал. Там меня полиция вся всего буквально вытрясла. Там, куда едешь, там, что, куда, как. Вот все эти нюансы были. Вот так вот. Поэтому все-таки я заехал. А с Норвегией недавно у нас была попытка. Да, я хотел заехать в Норвегию. И получилось так, что я туда поехал. В 20 лет проехал. Оказывается, у них везде стоят камеры. Поэтому они меня засекли, зафиксировали. Да, наверное, по камеру, я думаю. Потому что заехал уже почти в первый город. Я не помню, на букву Х назывался. Я уже хотел там почти парковку уже нашел. И они меня тут на трассе с мигалками остановили. Говорит, куда едешь, парень? Я говорю, вот, там, к другу еду в Берген. Там вот ждет меня друг на автодоме. Там брат по караванингу. Они посмотрели, говорят, нельзя в каратин путешествовать. Там проверили документы. Там расспросили. Отрицательный тест на коронавирус. Я говорю, я тоже с собой ничего не взял на эту тему. Ну и все, соответственно, говорит, извините, в АК еще нельзя. Поэтому разворачивайтесь. И провожали меня аж до самой границы. 20 километров. Сзади ехала полицейская машина. Ну, соответственно, остановили меня с мигалками на трассе. Прямо остановили. С опровоженной дороги. Да, давай сразу в карман заезжай. Трое вышли. Там полностью смотрели. В автодом. Где алкоголь. Все куча вопросов, соответственно. Там девушка допрашивала. Откуда? Че, куда? Не знаю. На автодоме как будто был похож на какой-то преступника. Хотя, в общем-то, так, по мне, не скажешь, что там преступник. Но так накинулись, как будто я тут что-то нарушаю капитальное. Ну да. По мне видно, что я турист. Путешествие на автодоме – это такое достаточно затратное. Ну как, в принципе, ты сохраняешь на жилье, на все таком. Но довольно-таки затратное по переездам. Паромные переправы, бензин – это все. Откуда деньги на это все? Значит, вот до этого я путешествовал. У меня был бизнес в России. Оттуда мне шли дивиденды. Мы сдаем в аренду недвижимость свою. Сдаем. И идет в бизнес. Потом немножко уже бизнес прекратился. Но у меня еще осталась аренда. Поэтому, в принципе, какие-то финансы с Россией идут. И я, в общем-то, на это путешествую. Что-то может YouTube еще. Да, с YouTube, соответственно, я зарабатываю. Вот оттуда идут финансы. Поэтому на эти деньги примерно… Ну, что могу сказать? Путешествие на автодоме – основной момент – это купить автодом. Это, соответственно, немаленькую сумму денег. У меня там автодом стоил в свое время пять лет назад. 44 тысячи евро. Вот, недешево. А если у вас уже автодом есть, то остается, в принципе, остальное питание. Но питание – это тоже не такая дорогая часть. Потому что можно, в принципе, питаться простыми продуктами. Ну да. Вот, не вот там. Если, конечно, вы омаров любите или еще что-то, понятно, что вам денег не хватит. Или там алкоголь пьете. Я ни курю, ни пью алкоголь. Поэтому мне, в принципе, много денег не нужно на питание. И все. Основная затрат, в принципе, это дизель. Мосты – да. Вот, к сожалению, у меня автодом не 6 метров, а вот именно там 7,40. Поэтому мне приходится там, скажем так, вот за эти вот мосты и паромы доплачивать. Ну, паромы я стараюсь объезжать. Ну, мосты, вот я, например, сейчас в Швецию заехал. Просто этот мост не объехать. Поэтому заплатить пришлось. Интересно. А как вы живете, когда не ездите на автодоме? Бывает же такое время? Нет, конечно, конечно. В последний раз я, например, сейчас живу в автодоме пятый месяц. Вот. И до этого я, у меня автодом остался в Германии. Я жил в Испании. Там несколько месяцев. Вот я как раз карантин отсидел там. Самый жесткий такой, конечно, зря я там остался. Потому что очень жестко было в Испании. Там прямо на улицу не выпускали. Всех дрючили. Да, комендантский час был. Прям на улицу вообще не выйти. Только до магазина. Штрафы 600 евро бешеные. Вот. Поэтому до этого я там был. Мы сейчас примерно такой образ жизни. Я стараюсь в Россию не возвращаться. Потому что у меня нет смысла ездить. Только деньги на дорогу тратишь. Ну да. А так мы где-то, например, снимаем апартаменты недорогие в Испании. Еру за 300-350 в месяц. Вот. Живем там. Когда вот там надоедает. Пересаживаем в автодом. Там вещи оставляем. И едем на автодоме. Ну сейчас я езжу один. Потому что супруга моя уже после двух краш таких вот. Раз у нас в автодоме обворовали. До этого там просто нас обворовали. Вот. Она просто уже стресс получила. Она не хочет больше путешествовать на автодоме. Ей это уже поднадоело. Да. Она говорит. Я больше уже этих стрессов не хочу. Ну потому что просто мы не останавливаемся к кемпингу. Потому что кемпинги дорого. Ну да. Получается мы вот только дикие парковки. А на диких парковках это риск. Что тебя воруют. Такое может быть. Ну да. А есть же, по-моему, такое правило. Машина не может находиться больше там полого или года в Европе, не? Ну есть такое правило. Ну я... Куда мне выезжать? Я остался здесь. И все. Оно нигде не фиксируется. Ну как-то можно как. Типа в каждой стране ты должен находиться. Не больше 90 дней. Но здесь стран очень много. Поэтому ты пересекаешь. Можно так по Европе, да. Ну заехал, например, там из Германии во Францию. Если они вдруг спросят такой момент. Ну меня ни разу никто не спрашивал. То можно сказать, что я только вот из Германии заехал. Вот. Например, там тоже никто там не отследит. Тоже нет границ больно. Поэтому там кто-то там отследит, что у тебя машина у тебя находит столько. Ну сложно очень. Ну да. Сколько по времени уже ездите, может, в Швецию или сколько планируете еще? В Швеции я здесь уже где-то примерно две недели. Вот планирую еще, наверное, недельку. Плюс-минус. Может дней 10. Вот сейчас у меня посещение Стокгольма. Потом я еду обратно в Мальму. И из Мальмы я уже поеду обратно туда, в сторону Испании. А там же как я поеду, я не знаю, какие приключения будут. На все границы сейчас сложно передвигаться. Поэтому как-то придется вот говорить, что транзитом еду. Как-то еще. Ну да, это чтобы на карантине, да, не зависеть. Ну да, чтобы там меня на 10 дней не посадили куда-нибудь или не сказали, там, тест давай делай. А это все платно и недешево. А, ну да, с тестом же типа пускают, да? Ну типа да, вот эти всякие моменты. Сейчас жизнь меняется. Я думаю, мы скоро проснемся в новом мире. Таком другом немножко, чем сейчас. В плане путешествий особенно. Ну да, да. Вот поэтому так может быть. И последний вопрос, который много кого интересует. Также нас он очень интересует. Потому что мы когда-то давно хотели тоже ездить на доме на колесах. Тяжело ли это путешествовать на доме на колесах по миру? И с какими такими трудностями можно столкнуться? С тяжелыми. С тяжелыми. Ну с тяжелыми, соответственно, как? Если вы в кемпинге не будете останавливаться, а путешествие экономично, то, конечно, можно столкнуться на какие-то вот эти кражи. Вот эти всякие нюансы. Там бороют или еще что-нибудь такое могут. Там попытка к крабежу. Еще что-нибудь такое может быть. Вот. Плюс что? Если что-нибудь сломается. Если у вас, например, там слабый бюджет, как, например, у меня путешествует. У меня нет там большого бюджета и запаса, скажем так, подушки безопасности такой. То, например, что-то вдруг сломается где-то в пути. Придется как-то вот что-то делать. Я, например, для этого сделал там страховку АДАК немецкую. Чтобы хотя бы меня до сервиса могли довезти. А я не попал там на большие деньги. Вот. Плюс, например, нужно понимать, что там, если что-то сломается, то где-то ты остаешься жить вот в этом же автодоме. И пока там не сделаешь эту ситуацию. Вот так вот. Если вдруг что-то. Но это, опять же, если у вас автодом старый. Если, например, автодом старый, то, получается, ты должен сам руками все уметь делать. Потому что труд какой-то здесь очень дорого стоит. Ну, да. Вот ты должен сам что-то там как-то подмонстрячить. Одним словом. Вот так вот. Ну, или иметь страховку. Если там у тебя европейские номера. Ну, самый минимальный бюджет это, например, там дизель и еда. Все. Остальное, в принципе, все остальное – это форс-мажор, который может быть. Опять же, тут такой важный момент. Может быть, а может и не быть. Поэтому люди там в основном подстраховывают и от того, что может и не быть. Он ведь может и сломаться. Но может и не сломаться. Правильно? Ну, вот. Люди же подстраховываются так, что как будто он уже сломался. А он еще и не сломался. Ну, да. Вот. Соответственно, если бы на это подстраховываться, это нужно 5-10 тысяч евро иметь в кармане лишних, например. А не у всех они есть. Я путешествую очень дешево. И получается так, что мне этих финансов вполне хватает, чтобы как-то доехать до каких-то мест. Если, например, у меня финансы закончились, я стою и жду в этом месте, пока мне не перечислили за аренду квартиры моей в России. Тогда еду дальше, например. Или приходится где-то подрабатывать, искать. Где-то что-то, чтобы как-то хватало чуть-чуть поесть. Ну, какие-то такие мелочи, чтобы дизель заправить. Небольшие изработки такие. Вот примерно так. Ну, в принципе, по сути, оно и не сложно особо. Такого ничего сложного нет. Надо просто немного внимательнее, с кражами этими. Ну, какая ситуация? Психологически нужно просто к этому привыкать. Нужно иметь очень гибкий ум, скажем так, адаптивность. И понимать, что путешествовать на автодоме, автономно, не заезжая в кемпинге, вы уходите из зоны комфорта. Когда вы уходите из зоны комфорта, понятно, что тут где-то воды не хватило. Например, моей супруге нужно воды, чтобы голову помыть 60 литров. Это не всегда есть, если у вас, извините, в кемпинг вы не становитесь. Поэтому тут надо где-то немножко адаптивно сделать. Я, например, там всякие лайфхаки искал. Например, голову помыть надо, ей там воды налить не можем или много. Мы заходили в парикмахерскую. И за 2-3 евро ей просто мыли голову вместо стрижки. И всё. Вот такой лайфхак искал. А потом супруга несколько дней довольная. Ходит счастливая, что голову помыли, и всё нормально. Неплохо. До следующего года, до следующего. И вот это просто такой небольшой лайфхак. У меня такая была ситуация, когда она злится, начинает, а я не могу там каждые 3 дня полный бак воды заправлять. Это сложно так. Надо воду искать где-то там. Не все кемпинги... В кемпинг заезжаешь, например, Аня кемпинг тебе говорит, или хочешь воду слить или налить. Я говорю, можно там налить за 3-5 евро? Аня говорит, нифига. Плати за весь день. Ну, за сутки. Это там 20-25 евро. А я не хочу 25 евро платить, чтобы там постоять в кемпинге в этом, или там за воду заодно. Мне только воды, например, нужно там. Соответственно, вот в эти ситуации попадаешь, и они просто тебя обортуют. Потому что им нужны бабки зарабатывать. Соответственно, весь мир сейчас так накручен так, чтобы всё, что было бесплатно, сделать платным. Парковок много бесплатных. Но факт такой, что потихонечку их всё монетизируют. Например, Черногория, Хорватия, вот эти все южные страны Испании. Как только начинается сезон, всё, что около берега, там начинается всё, ценник подскакивает, начинается всё платное. В не сезон парковок куча. Бесплатно. Ну, снег идёт, например, как сейчас у меня в Польше, ой, в Польше, в Свеции. Сейчас снег идёт. Не сезон. Парковок моря, но не сезон. Итак, друзья, подписывайтесь на канал, ребят. Ссылочка будет в описании и в первом комментарии. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!